Газоны так и манят рязанцев, когда они, сделав круг в отчеты во дворе собственного дома, так и не находят места, чтобы оставить машину. Однако заезд на зеленые зоны – это прямое нарушение закона. В начале 2017 года администрация города задержала более 1100 нарушителей. Их выявляют как в рамках регулярных обходов сотрудники муниципальных служб, так и по обращениям небезразличных соседей. Действующим законодательством предусмотрены штрафные санкции на физических лиц от 500 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц от 3000 до 30 и на юридических лиц от 10 тысяч рублей штрафные санкции. Но, как правило, большая часть рассматриваемых протоколов, составляемых рассматриваемых протоколов – это физические лица. Хоть сумма штрафа и небольшая, и некоторых она не пугает, однако своими действиями рязанцы пополнили казну уже более чем на 700 тысяч рублей. Сотрудники администрации делают фотофиксацию, составляют акты и направляют человеку извещение для прибытия на составление протокола. Однако стоит помнить, что решить проблему радикально, организовав легальную стоянку, возможно. Для этого на общем собрании дома нужно прийти к единому мнению и оформить границы земельного участка в соответствующей организации. Хотят парковку сделать. Ради бога. На общем собрании приняли решение, сделали парковку. Хотят песочницу сделать или детскую площадку. Сделали. Мешают деревья, кустарники. С чем часто сталкиваемся, люди сталкиваются, приходят, говорят, как же нам убрать кустарник и сделать парковку. Разъяснение точно такое же. То есть люди самостоятельно распоряжаются. Свои варианты решения проблемы предлагают и городские власти. Помимо введенных в центре платных парковок, готовится к запуску новый, революционный для региона проект. Экопарковки – это экология, это эстетика, это увеличение парковочных мест. Поэтому попробуем реализовать этот проект. Он не столь затратен, как строительство заездных карманов. То есть с точки зрения экономики это тоже интересно. Пилотные модели расположатся у городских больниц. Первым на очереди стоит кардиодиспансер. Однако власти легко откликаются на инициативу граждан и готовы включать значимые объекты в план ведения работ. Выглядеть это будет следующим образом. Вот эта решетка экопарковки, через которую будет произрастать трава, она будет выполнена из бетонных конструкций. То есть это долговечно, это экологично. Помимо городских проектов, которые сейчас в стадии проработки, мы поддерживаем проекты, которые предлагают хозяйствующие субъекты. В частности и московская префектура, и администрация города. Мы работаем с заводом «Красное знамя» по реализации проекта экопарковки поблизости от территории завода. Открытие первой экологической парковки было запланировано на 2017 год. И опробовать их на практике скоро сможет каждый желающий. Я думаю, что к сентябрю месяцу или в начале сентября это будет уже сделано. Если проект хорошо себя зарекомендует, то уже в следующем году экопарковки могут встречаться в городе почти на каждом шагу. Они будут радовать автомобилистов, которым станет проще парковаться, и пешеходов, ведь город станет более зеленым. Однако приживется новинка или нет, покажет только время.